Голос страсти, голос инстинкта очень силен. И это не греховный голос, особенно если говорить об инстинкте. Этот голос вложен в нашу природу самим Богом, для того, чтобы человек выживал, чтобы он продолжал свой род. Инстинкт помогает нам поддерживать наше здоровье, ограждать наше тело от влияния непогоды, и заботиться о том, чтобы тело функционировало, чтобы продолжался род человеческий. Так живет и весь животный мир. Поэтому инстинктивное начало само по себе не является греховным, оно вложено Богом в человеческую природу. Греховным это начало становится тогда, когда оно разрушает другое начало, также вложенное Богом, нравственное начало. Человек от зверя и отличается тем, что он имеет, кроме инстинкта, нравственное начало. Способность отличать добро от зла. Способность жить по закону Божьему, то есть жить, управляя свои поступки идеей. Не голосом плоти, идеей. Вот тот факт, что сила инстинкта до сих пор не разрушила нравственное начало, для меня является Божьим чудом. Если в прошлом существовали системы, в том числе и религиозная система, которые сохраняли нравственные принципы в традиции, передавая эти традиционные ценности из поколения в поколение и таким образом влияя на воспитание человека, то в течение XX века и первого десятилетия XXI делалось все и делается все для того, чтобы разрушить как саму способность передавать ценности из прошлого к настоящему, так и заглушить нравственный голос в человеке, заставить его жить по инстинкту. Я очень часто говорю о том, что самой страшной угрозой для человечества является построение цивилизации инстинкта. А посмотрите, что происходит. У человека разжигаются потребности, разжигаются страсти для того, чтобы стимулировать экономику. А развитая экономика, развивающаяся экономика, опять-таки результатами своими провоцирует дальнейшее развитие человеческого инстинкта. Получается замкнутый круг. Люди работают на создание цивилизации инстинкта. Кто-то может сказать, а что же делать? А ведь без этого человек не может. Он как бы предопределен к тому, чтобы развивать свои знания, технологии, совершенствовать окружающий мир. Да, совершенно верно. И все это становится не опасным, тогда, когда это уравновешивается сильным нравственным чувством, голосом совести, способностью жить по закону Божьему.